В Беларуси два вора в законе депортированы 6 ноября из России под конвоем на родину Белорусский вор в законе Александр Кушнеров находится в СИЗО КГБ В КГБ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли Как сказал руководитель пресс-службы комитета Александр Антонович Мы не разглашаем информацию по лицам, находящимся у нас Однако есть все основания полагать, что за почти двухлетнее скитание За пределами Беларуси вопросы к криминальному авторитету Более известному под прозвищами Саша Белорус и Саша Кушнер Накопились не только у милицейских борцов с аркпреступностью, но и у чекистов По сведениям новины.Б, Кушнеру, не по его воле и желанию Пришлось пообщаться с сотрудниками российских спецслужб К месту заметить, что есть много загадочного и во всей истории ловли Скрывавшегося от белорусского правосудия авторитета Как минимум дважды белорусские правоохранители могли его без труда вернуть на родину Напомним, что уроженец Гамеля Александр Викторович Кушнеров 1966 года рождения, за решеткой провел четверть века Свою криминальную славу и авторитет он приобрел как активный участник самой кровавой в истории современной Беларуси Банды Морозова, с лидером которой его связывала еще детская дружба За двойное убийство, совершенное в составе банды, он был приговорен к смертной казни Однако расстрел был заменен на 15-летний срок, который Кушнер отбывал в различных белорусских местах заключения В их числе, их 20 строгого режима в Мазыре и тюрьма номер один в Гродно После освобождения Кушнер находился под надзором милиции Но в декабре 2010 года самовольно покинул Беларусь, за что был объявлен в межгосударственный розыск Как позже выяснилось, он уехал в Москву и присоединился к клану одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Аслана Усаяна по прозвищу Дед Хасан В мае 2011 года Дед Хасан короновал пять новых воров в законе, в числе которых был Александр Кушнеров Его патриарх обязал присматривать за Беларусью Однако на свободе в новом статусе Саша Беларусь пробыл меньше недели 18 мая его задержали оперативники в Раменском районе Подмосковья У него было обнаружено и изъято 3,24 грамма героина По сведениям новины.Б, буквально через несколько часов после задержания Кушнера из Минска в Москву выехала целая бригада сотрудников КГБ и МВД Однако авторитет россияне не отдали За преступление он обязан был понести наказание в России Новоиспеченному воров в законе светил срок от 3 до 10 лет Однако суд приговорил его всего к 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима Наказание белорусский воров в законе отбывал в Сиза города Кирова и освободился в декабре 2011 года Но, как ни странно, кроме братвы его ворот изолятора больше никто не встретил Не менее странным образом наши правоохранители упустили и вторую возможность вернуть Кушнера на родину в наручниках В феврале 2012 года белорусский авторитет, находившийся в межгосударственном розыске, снова был задержан российскими полицейскими, но уже за нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации 13 февраля суд обязал Кушнерова добровольно покинуть страну в течение трех суток Выйти из здания суда ему никто не помешал, но и в Беларусь Кушнер не спешил возвращаться Он проигнорировал судебное решение и продолжал оставаться на территории России В этой связи Федеральной миграционной службой было принято решение о принудительной депортации Кушнера за пределы страны Как сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, находясь в Москве нелегально, криминальный авторитет был предельно острожен, предпринимал и использовал всевозможные меры конспирации Несмотря на это, оперативники ГУ МВД России по ЦФО установили его местонахождение и 6 ноября 2012 года задержали Кушнерова возле метро Белорусское В этот же день в аэропорту Домодедов он был депортирован за пределы России и передан сотрудникам МВД Республики Беларусь По данным российской полиции, в Москве Саша Беларусь контролировал деятельность организованных преступных групп, участники которых занимаются совершением квартирных краж, разбоев, грабежей, а также совершением иных тяжких и особо тяжких насильственных преступлений Следует заметить, что в данном случае это лишь оперативная информация, которую к делу не подошьешь Было бы что предъявить Кушнеру, то в России он бы задержался на энное количество лет Из этого же ряда и ссылка на оперативные данные белорусского МВД о том, что, находясь на территории России, Кушнеров продолжал оказывать негативное влияние на оперативную обстановку в Беларуси Не так просто будет доказать, что вор в законе через своих приближенных собирал дань с белорусских предпринимателей Организовывал на территории Беларуси различные преступления и координировал деятельность организованных преступных группировок В настоящее время имеются два бесспорных факта Первый, за самовольное оставление поднадзорного места жительства после освобождения Есть все основания предъявить Александру Кушнеру обвинение по статье 422 УК Уклонение от превентивного надзора Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет Второй, с возвращением домой, хоть и недобровольным Саша Кушнера количество воров в законе на территории Беларуси увеличилось на 100% До депортации Кушнерова самым титулованным представителем организованной преступности в Сюньоке являлся вор в законе Николай Салдатенко Он же Коля Салдат, отбывающий 11-летний срок за вымогательство За многочисленные нарушения режима законника осудили еще раз и на три года отправили в Гродненскую тюрьму номер один, где он сегодня и находится Примечательно, что оба авторитета принадлежат к враждующим между собой группировкам Кушнер и его люди выступают на стороне деда Хасана Салдат, отстаивает интересы грузинского вора в законе Тария Лань Аня, он же Таро Взаимоотношения кланов обострились до предела состребой Вероятно, белорусские правоохранители со своей стороны делают все возможное, чтобы эти пули не зацепили Беларусь По сведениям новинной точка Б, только за последний год отечественный профессиональный криминальный мир понес существенные потери Чтобы не повторить судьбу без вести пропавших товарищей вынужден был покинуть страну авторитет по прозвищу Олег Немец Не успели сделать это и оказались под арестом пятеро лидеров ОПК со статусом смотрящих, в их числе и смотрящий республиканского значения по прозвищу Кандыба Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...